Срак белого листа. Мы вот так садимся, смотрим и не знаем с чего начать, где разместить персонажа, начинаешь что-то возюкать, это стираешь, это замулевываешь и никуда оно не идет. Как в таком случае решить. Но вот давно еще изобрели тратишники, как избежать этой проблемы. Они создают мини-копию листа в уголке и сидят рисуют там, потому что это максимальное удаление, там ненужные детали и они просто ищут композицию. Это будет натюрморт, это будет композиция. Это композиция с персонажем, там какая-нибудь иллюстрация посередине, какой-нибудь медведь. То есть мы вот ищем его какой-то силуэт интересный, пятна накидываем. И потом это можно сюда перенести не один в один, хотя можно и один в один хитрее. И вот так типа сделать, потом скрутить насыщенность и рисовать, например, поверх вот этого всего. Тем самым мы как бы и от страхов вышли, и лист уже не белый. У меня есть еще как бы лайфхак на эту тему. Я тоже не всегда могу на белом листе рисовать, поэтому я беру какую-нибудь иллюстрацию, там старенькую свою, или чей-нибудь скетч там с работы другого исполнителя. Вот, например, вот такое. Лес. Дальше можно убрать всю насыщенность, крутить вот opacity и все. И мне хорошо рисуется. Лист уже не белый, как будто бы там что-то есть. Я могу уже рисовать, не знаю, вот мне психологически проще, когда есть какая-то заглушка, эта белость, она не давит. Впоследствии можно вот это все еще, ну там, послабее сделать, например, чтобы она не отвлекала. И как бы работает. То есть вот даже в таком формате мне нормально почему-то. А белый лист, он меня будет напрягать. Видите, как пусто сразу. Тут как будто бы со мной еще друзья есть невидимые такие деревья. Вот. И я могу этого персонажа тут сидеть и рисовать. Какой вот лайфхак. Не знаю, кому-то может быть полезен, кому-то нет. Ну или пятном сразу мажьте, начинайте с чего-то такого. То есть, может быть, с линии, когда вы работаете, да, тут надо успеть быстро какую-то массу кинуть, тогда это самое. А если работать как бы по классике живописи, когда мы сначала там весь холст маринуем, какой-то тон, вот, потом мы накидываем планы, потом тут кто-нибудь, что-нибудь там здесь, вот, поверх можно прямо черные-черные пятна накидать. И вот у нас очень быстро, за две секунды, лист перестал быть белым. И мы работаем уже на черно-сером. И мы себе создаем какой-то и подмалявок, который будет интересен, который пригодится как бы впоследствии. Вот. Тут можно покрутить, поискать композицию этого, тоже поразмещать, как нам угодно. И тут можно не сильно стараться, потому что мы потом скрутим, и будет тот же самый эффект, что от вот этих деревьев. То есть, у нас есть какая-то заглушечка на фоне. Экран, холст не сильно белый, но при этом этот холст, он еще и нам помогает делать как раз line work. Потому что у нас есть какие-то пятна композиционные, мы уже, например, сюда можем более конкретного этого медведя, например, размещать. Не знаю, я просто тут недавно работал, это вырисовал как Вер Вольф. Не хочу ничего придумывать, поэтому ближайшая ассоциация. Вот. И все. И дальше ищем сюда. В это пятно можно поискать, пойти рефы на позу. Эту позу сюда поставить. Как-то смешно может идти. Вот. И так далее. Это вот про белый лист, потому что я думал, это миф, а потом, как у себя это заметил, понял, что ой-ой-ой, нужно с этим что-то делать, потому что иногда, ну, вот просто в озюканье какой-то вот эту кашу создаешь просто для того, чтобы ты уже этот белый лист не замечал. Второй популярный страх, про который я хотел поговорить, это, наверное, знаете, ну, он популярный, но, может быть, его именно никто не детектив популярный. Это вот когда у вас работа на слоях, когда у вас там предфинал какой-нибудь весь выдруканный, у вас все по масочкам отрезано, все разрезано, вот, и так далее. И вроде бы что-то надо сделать поверх, какие-то правки, вы их не видите, возможно, если вы там отзеркаливаете, вы их увидели, вот. Вот. Но вы не можете это сделать, не можете приступить. Я думаю, что я не единственный, у кого такая была проблема, поэтому я буду говорить «вы». Вот. Когда у вас все уже на слоях, все готовенько, и вот вы правки, когда вносите, они вот такие максимально аккуратненькие, чтобы вот не нарушить, не дай бог, вот эту вот идиллию, которую вы тут 20 часов отцесовали. И вот вот так очень аккуратненько поверх, вот, вы идете, там, это самое. Но это не глобальные правки, они общую картину не изменят, и картинка, она как бы зависает. То есть вам, чтобы внести хорошие правки, сделать такую работу поверх, вам надо превратиться в вашего собственного препода, например, который подходит и синей ручкой по карандашу вот так вот начинает малевать. То есть откуда у него эта наглость и смелость? Свинья по картинке, по-моему, рисует. Вот. Или какой-нибудь элит, которым ты присылаешь, ему надо быстро вовер сделать, он прямо тебе берет поверх на нормале, вот так, раз, раз, там что-то тут, то есть он такую кисточку берет сразу, он говорит, так, ты там рисовал сзади фото, какие-то деревья прикольные, он такой, так, вот это все упростить, вот это убрать, вот это, и вот эту смелость, ее надо в себе воспитать не через боль, а просто одним легким пониманием того, что особенно в фотошопе, в цифровом рисовании ничего страшного не будет, то есть картинка это диджитал, откройте новый слой, включите нормально, возьмите кисточку, там, как-нибудь полупрозрачную для рендера, и прям поверх всех слоев, поверх всех контуров, попробуйте сами себе намазать фидбэк, то есть что-то списать, вот так взять, прямо там, что-то лезет, а тут сзади на нас какие-нибудь детали банных, вот так, типа раз, мазнул, тут надо, если там что-то выступает, вот так потерт, вот, посмотрели, как, пощелкали, лучше, хуже стало, лучше вроде бы, можно насыщенность подкрутить, выбрать именно ту степень, вот этого мазка нормали, который вас удовлетворит, вот, и здесь никакого страха не будет, потому что я почему-то этого не понимал, там, ну, как бы, ничего не произойдет, да, я сейчас возьму на норму или поверху, я потом возьму этот слой, удалю, и никто мою работу, выверенную, всю вырезанную, и пальцем не тронет, поэтому иногда в рамках эксперимента можно что-то такое более смелое попробовать, вот, прямо, ну, кто особенно работает в компаниях, у кого есть лиды, кто, как минимум, может быть, на созвонах или ИРЛ видел, как они вам мажут, вот, попробовать, вот, либо сами, кто лидами являются, но в своих работах, что-то не могут вот так себе сами отфидбэчить смело, вот, попробуйте в какой-то момент вот так именно ощутить, как будто эта работа не ваша собственная, и вы сейчас намажете, отдадите и забудете, а человек там пусть на той стороне трубы, мучается, потеет, пытается это все реализовать, покрасивше и вычесть, вот, это прям сильно поможет росту в работе, вот, то, что до тех пор, эй, перестаньте работать со слоями. Как бы слои, это хорошо, как говорил Шрек, что овры, это слои, 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 вот, они как лук, и вот ваша PSD-шка, она тоже как бы как лук, и это хорошо, но слои должны быть не такие, что у нас каждый элемент на каждом слое, то есть, ну, в этом на самом деле нет глобально никакой нужды, вы тем самым уничтожаете в себе желание любить рендер, замучиваете себя, замучиваете картинку, вот. Работаете вот так, а слой может быть, то есть, тут чуть-чуть мазнул, открыл, тут чуть-чуть мазнул, то есть, для чего делать слои новые на нормале, ну, к примеру, я вот сейчас, у меня там этап будет, я работать буду со световыми пятнами, вот я их кладу, и мне их надо сразу будет подрезать по форме, как бы какой-то, видите, я их могу контролировать как бы стиралкой, вот, и я не буду стирать основу за ним, и все, вот, то есть, есть вот такой слой чисто, вот, все, я его закончил, я беру слой новый, тоже на нормале, я буду делать окружные какие-нибудь, я вот так могу сделать, кинуть, тут же уже, как бы, вырезать, тут подтереть, и вот, то есть, вот, как бы, какие должны быть, на самом деле, слои, ну, и плюс, слои с эффектами наложения, до тех пор, пока я сам сидел на вот таких слоях, и когда я пытался сказуалить, как бы, всю картинку, ну, не сказуалить умышленно, а вот именно сказуалим пайплаймом, когда я отделял отдельно носик вырезал, отдельно глазик, отдельно у меня вот эти штуки у медведя были, отдельно там какой-нибудь подбородок, вот, оно у меня все на слоях, я работаю на травках, объекты в этот момент перестают друг с другом работать, у них пропадает взаимосвязь, так как они уже не часть одного рисунка, а они отделенный, такой сепарированный кусок, вот, и зачастую из-за этого еще картинка может разваливаться, поэтому лучше работайте вот даже в таком, сильном приближении не нужно, большую часть работы надо проводить в таком формате, вот, в таком отдалении, в самом конце, когда уже основа готова, правильный цвет, свет, правильная анатомия, все правильнее, шейпы, да, просто есть какая-то грязь, чисто по контурам, вот, можно приблизить и аккуратненько лассо выделить и внешнюю сторону подправить, и она будет более четкой. Есть еще такой, как бы, принцип, что финальная работа, она не должна быть выдвигана, как бы, в этаже, вот, в этом, она просто должна быть правильной с точки зрения. Ой, ну не то, чтобы по физике, но вот там, цветовой теории, световой теории, вот, и остается просто уточнить каждый из силуэтов, внешний общий силуэт, силуэт каждого отдельного объекта, голова, нос, глаз, какая-то выемка, если вы хотите ей придать какую-то специальную форму, вот, если вы эти контура просто уточните, то все, что внутри, мозг сам собирает в картинку, и ему кажется, что она финальная и закончена, хотя если приблизить, там вот такая вот будет каша-мешанина. Но это никого не смущает, можно это даже увидеть в работах крутанов, вот, что у них, на самом деле, все внутри не вырезанное, не драфтовое, хотя кажется, обратно.